Всем доброго дня, с вами Аркадий, мы в Канаде. Сегодня мы обсуждаем тему, навеянную вашими комментариями, вашими вопросами. Очень часто мне пишут, Аркадий, ты говоришь о студентах все время, а что для взрослых людей? Если не для детей, если взять взрослых людей, если взять тех, кому за 30, тех, кому за 40, какие есть возможности в Канаде? Ребят, сегодня постараюсь максимально широко раскрыть эту тему, прежде чем мы начнем. Буквально 2-3 организационных момента. Первый момент, это для тех, кто на этом канале впервые, те, кто меня не знает. Меня зовут Аркадий, я живу в Канаде, в городе Лондон-Онтарио. Занимаюсь я в основном образованием в Канаде, поэтому все мои видео наполнены словом студент, студенчество, обучение, образование. Но, конечно, образование мы получаем не ради корочки, мы получаем ради того, чтобы реализовать себя, реализовать себя в карьерном плане, реализовать себя в другой стране. Поэтому на этом канале мы говорим о переезде в Канаду, о возможностях карьеры здесь, работы, возможностях в эмиграции. И у меня есть какая-то часть видео о других странах, моих путешествиях, эмиграции в те страны, которые я посещал. Но, если вы здесь впервые и хотите больше знать о Канаде, о карьере за рубежом, об образовании, то просто нажмите все вот эти ютубные кнопочки и вам будут приходить уведомления. Для тех, кто знает меня уже давно и следит за моими видео, возможно, не знаю, с самого начала. В общем, некоторые задают мне вопросы в комментариях, что с котом, где кот, почему я не показываю кота. К сожалению, Рыжик умер буквально пару недель назад. Я, наверное, только отошел от этого всего и поэтому, может быть, так мало было роликов за последнее время новых. То есть, какие-то я выкладывал там старые эфиры или что-то разрезал на кусочки. В общем, ребят, не буду подробностей, наверное, вдаваться. Я взял Рыжика три года назад из приюта. Давайте оставлю видео, как взять кота из приюта в Канаде. У нас было такое развлекательное видео. Для меня он был огромным, ну, не знаю, наверное, эмоциональной, отдушиной. Возможно, я к нему относился даже, ну, может быть, не как к домашнему животному. Он был таким дружбаном. Мы с ним тут вместе ели. Он у меня чипсы вырывал из рук. С этим лечением, конечно. Где-то через год-полтора мы узнали о том, что у него сердечная недостаточность. И боролись, в общем-то, были у нас и операции две. И, в общем, наверное, закончилось все инсультом, как врач предполагает. Он уже не смог ходить последний день своей жизни. В общем, с Рыжиком мы расстались. Поэтому, ребят, спасибо всем, кто спрашивал. И если вы хотите взять животное из приюта, то я очень рекомендую это делать. Когда я брал Рыжика, я брал самого взрослого кота. Я знал, в общем-то, на что иду. Там была еще взрослее кошка, но у нее был вирус иммунодефицита. И, ну, если мы знаем, что вирус иммунодефицита человека, он не передается фактически... По крайней мере, в Канаде уже достаточно исследований, что он не передается, если человек с этим вирусом постоянно принимает лекарства. То по котам... Ну, вот у меня не было достаточно информации. Я, честно говоря, побоялся брать кошку с таким диагнозом. Потому что, ну, вот именно из-за контакта с соседскими котами и так далее. То есть, насколько это может быть безопасно держать в доме. Ну, вот взял Рыжика, и он прожил у нас три года счастливой жизни. В общем, ребят, спасибо всем, кто спрашивал. Эту тему не буду дальше развивать. Я считаю, что я должен был сказать тем, кто подписан на меня давно. Ну, и третий момент организационный. Это по поводу видео. Как будут выходить видео. Теперь я очень стараюсь перейти на минимум два видео в неделю. Одно видео в будни. Такие по делу, по образованию, по работе, по иммиграции. Что-то, ну, скажем так, несущие информацию какую-то важную. И выходные видео развлекательные. Как вам такой формат? Как вы к этому относитесь? В будни видео серьезные, выходные развлекательные. То есть, я буду выходные выкладывать там про еду, что-то про путешествия, про поездки. Но, естественно, иногда получается, что многое видео на какую-то одну тематику, может быть, из моего путешествия, из поездки, идут одно за другим. И вот сейчас, посмотрите, пожалуйста, вернитесь, предыдущее видео. Я стал выкладывать, у нас было большое такое интервью с журналистом в Инстаграм. Я его маленькие кусочки стал выкладывать, потому что я смотрю, людям тяжело смотреть полтора часа. Там кусочки по три, по пять, по семь минут. Стоит ли выкладывать вот такие нарезки? В общем, ребят, для тех, кто смотрит меня, ваши комментарии для меня очень ценны. Они не только поддерживают видео, но и помогают мне доносить до вас информацию в том ключе, который, ну, вам более интересен, приятен мне. Все-таки я это делаю не только для себя, не только для того, чтобы выговориться, но и для того, чтобы вам это было полезно и интересно. Итак, давайте перейдем к нашей основной теме. Напомню, вопрос звучал так. Переезд в Канаду для взрослых, не только для студентов. Давайте вернусь еще раз к моменту, что студентами я называю всех. Вообще, в Канаде принято студентами называть и школьников, и тех, кто учится в колледже, и в университете, и на языковых курсах. Это все называется студент, да, то есть здесь нет разделения ученик, слушатель. В общем, студент и студент. Ребята, когда я говорю о студентах, конечно же, я говорю о взрослых тоже. Вы будете удивлены. 9 из 10 человек, кто приходит ко мне на консультации, это взрослые люди. 23 плюс, 30 плюс, 35 плюс, 51 год и так далее. И мы для всех находим какие-то пути, какие-то возможности. Да, возможно, не всем нужно учиться 2 года. Или вот кто-то сегодня написал мне, у меня нет столько денег, 4 года заканчивать бакалавр. Ребят, есть программы обучения от 8 месяцев. Конечно, я понимаю, что многие из вас смотрят не только мои ролики. Вы смотрите много видео, скорее всего, о переезде, об эмиграции в разные страны. Кто-то только на Канаде сконцентрирован. Но те, кто сконцентрирован на Канаде, вы знаете о том, что, конечно, приехав сюда на учебу, возможности открываются гораздо больше. И возможности открываются, скорее всего, максимальные. Этот год показал нам, что Канада отбирала эмигрантов из тех, кто здесь учился в первую очередь. И понятно, что путь этот не такой, что вы сидите на диване у себя дома, заполнили анкеты, получили ПМЖ и все, приехали сюда и можете работать. Этот путь требует изучения языка, этот путь требует приезда сюда, по какой визе нужно решить приехать. Этот путь требует продумать, приехать ли одному, приехать ли семьей сразу, привезти ли детей вначале, либо самому приехать. В общем, вопросов море, 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 миллион вопросов и, конечно, все это утыкается в обучение, в образование. Давайте с вами так договоримся. У нас были уже ролики про языковые курсы. Я оставлю в описании к этому видео свой контакт для тех, кому нужно вообще оценить хотя бы уровень языка и понять, сколько его учить в Канаде. Некоторые говорят, а у меня там такой средний уровень. Мы делаем тесты и оказывается, что человеку учить еще 8 месяцев язык для того, чтобы его только приняли хотя бы на какие-то курсы в Канаде. Я напоминаю, что у нас сейчас есть возможность онлайн курсов. То есть можно из дома заниматься в 2,5-3 раза дешевле. Можно учиться на очных курсах. Но на очных курсах сейчас ситуация, по какой визе человек приезжает, либо по туристической, либо по стадии пермит. По стадии пермит можно, по туристической есть некоторые ограничения, но и цена выше. И потом поступление в колледж. То есть у всех разный бюджет. Кто-то готов отдать только 3 тысячи долларов, 4 тысячи долларов. И, в общем-то, мы находим какие-то варианты, что с этим можно делать. Кто-то ищет возможности закончить какую-то суперкрутую программу. Может быть, какую-то программу за 60 тысяч долларов, которую на ура примут работодатели самые желанные. И возможность будет встать на ноги. Но от 3 тысяч долларов, как эмигрировать, у нас уже было отдельное видео. Если надо, давайте оставлю ссылку в описании к этому ролику. Сумма очень маленькая и рискованная. Но для тех, кто для себя определил, что учеба это хороший вариант. Ребят, я не только для студентов, не только для молодежи записывайте видео и говорю учебой студенты, взрослые люди. Пожалуйста, обращайтесь. То есть, что-то мы с вами придумаем, что-то мы найдем. Когда ко мне обращаются взрослые люди по учебе и говорят просто, да, я решил, поеду через учебу, но мне только нужно колледж выбрать. Помогите там программу выбрать. Всегда, конечно, встает вопрос, а вы вообще уверены, что вас сюда пустят на учебу? Вы взрослый человек, вам 35 лет, у вас ребенок. Для получения учебной визы, study permit, вы должны показать первое, второе, третье, да, там ваши финансы, вашу связь с родиной, занятость и так далее. И еще и доказать, да, то есть у вас должна быть четкая мотивация, что вы реальный студент. И что эта учеба в Канаде, она вам даст возможность развиваться на родине. Поэтому вопрос очень большой всегда встает, когда ко мне обращаются взрослые люди. Вы вообще можете доказать, что вы студент? Вы сам себе верите, что вы студент? Да, то есть вы квалифицируетесь ли как студент или нет? Конечно, для этого есть иммиграционные консультанты, есть визовые консультанты, которые помогают с документами. Но я рекомендую вам либо со мной это сделать, либо самостоятельно, если вы в состоянии критично оценить все со стороны, критично понять, да, как вы можете показать свои сильные стороны. Если вы хотите выехать всей семьей, то какая у вас вообще связь с родиной? Ну, то есть вопросов очень-очень много. Поэтому, ребят, учеба, она для всех здесь, для любого возраста, но нужно разбираться, как вам сюда лучше приехать. Поэтому учтите, что если вы узнали где-то, что через учебу проще всего, действительно будет встать на ноги, и если вы не проходите уже по возрасту, например, по экспресс-центре, то нужно действовать, но нужно действовать очень аккуратно, продумав весь план. Жизнь, конечно, внесет свои коррективы, но все будет хорошо. Надо начинать с планирования всего пути, как вам прийти с точку А в точку С, через точку Б, да, потому что учеба это не прямой путь эмиграции. Конечно, обращаются и те, кто хочет эмигрировать, просто вот не уча здесь, да, не приезжая в Канаду на обучение. Нужно реально оценивать свои шансы. С эмиграционным консультантом связаться можно и обсудить все эти моменты. Для тех, кого вообще интересует оценка шансов на эмиграцию, я должен сказать, что у меня уже нет эмиграционных консультантов, кто делает это бесплатно. Стоимость в зависимости от того, с кем я работаю, да, по каким вопросам вы обращаетесь, от 150 канадских долларов до 200 долларов США, то есть это где-то 250 будет канадских долларов, за одну только за первую консультацию. Да, я знаю, что мне многие говорят, вот мы там ходили в эмиграционную фирму, там бесплатная консультация, зачем нам платная, нам все равно толком ничего не сказали. Но поскольку там бесплатная, поэтому вам толком не сказали, к сожалению, скорее всего. У меня мнение такое, что бесплатные консультанты, либо у них, ну опять же, это субъективно, да, вы просто подумайте сами, недостаточно клиентов, и они завлекают хоть бы как. Либо вам пытаются продать услугу, которая гораздо дороже, да, ну то есть нет, нет объективной ни одной причины, для чего делать бесплатную консультацию. Здесь время это деньги, никто свое рабочее время бесплатно не расходует, либо на вас хотят заработать еще гораздо больше. Теперь, ребят, взрослые, те, кто обращается, кто хочет через работу, вы должны понимать, что список возможностей, вакансий для тех, кто может найти работу дистанционно, он очень ограниченный. Мне вот кто-то писал, как мне найти работу тренером, что ли, спортивным, да, потому что у меня было видео, как стать в Канаде тренером, спортивным в Канаде. Ребят, ну не видел я вообще никогда в жизни, чтобы когда-то наняли тренера по рабочей визе, да, то есть приезд все равно, скорее всего, через учебу, право на работу получают через учебу, затем уже устраиваются тренером. Ну, то есть вот таким образом люди делают дистанционно, конечно, находят работу, но опять же я вам скажу, что работодатели, многие не хотят связываться напрямую с искателями, работают через иммиграционные компании, чтобы фирма им оформляла ЛМА и сразу все документы. И, конечно, сейчас речь идет о рабочих, о дальнобойщиках, да, няни, что еще, ну и IT, конечно, специалисты. Так вот, иммиграционные консультанты, которые занимаются трудоустройством, они за оценку шансов как раз-таки берут самую высокую оплату. Те, кто хочет, пожалуйста, заполняйте анкеты из для оценки шансов, пишите, что прежде всего интересует трудоустройство, но я не могу вам гарантировать, что иммиграционный консультант вам именно предложит трудоустройство, если вы не соответствуете вакансии, если вы не можете подтвердить, например, язык на достаточном уровне, то вам предложат другой путь иммиграции. То есть путь-то он есть для всех какой-то, да, я никогда еще не встречал, наверное, человека, у которого, ну, нет каких-то объективных препятствий, да, либо по здоровью, там, либо связанные, может быть, судимостями, ну, чтобы человек не смог иммигрировать, то есть какой-то путь есть. Да, ну и третья причина, конечно, это если совсем нет средств. Учтите, что те, кто хочет через рабочую визу, в большинстве случаев, еще раз, не все, но в большинстве случаев нужно рассчитывать на расходы от 15 тысяч канадских долларов, да. Те, кто через учебу, ну, может быть, минимальная сумма примерно такая же будет. Но, в общем, все это не дешево, мы все сюда приехали не миллионерами в Канаду, вот кто-то сегодня опять же написал, где я возьму столько денег. У меня уже было видео, где я взял деньги для переезда в Канаду, оставляю ссылочку в описании к этому ролику, кому интересно, смотрите, пожалуйста, возможно, оно для вас будет полезным. И у нас у всех родители не миллионеры были, мне ничегошеньки, никто не оплачивал сюда, вот. Более того, и потратиться нужно было значительно, и первый год было непросто, но все это, конечно же, с лихвой сполна окупилось и стоило того. Ребята, ну, конечно, те, кто до 30 лет, то есть возможность посмотреть ваши, опять же, шансы по экспресс-энтри, тоже можете связаться с иммиграционным консультантом, заполнить анкету для оценки шансов. Но, опять же, не так много людей, сейчас есть выборки, да, те, у кого есть и английский хороший, и мастер дегри, и опыт работы 3-4 года. В общем, все равно, даже до 30, многие идут через учебу, ну, и, конечно, мои любимые через учебу, это все-таки школьники, да, с чего у нас все началось, чтобы я не делал видео только для детей и для школьников. Потому что тем, кто едет в детском возрасте, тем, кто едет после школы сюда, либо на школьное образование, конечно же, проще всего с визами. И я понимаю, что я не впустую делаю работу, да, с людьми, потому что, несмотря на то, что даже взрослый человек, ребят, многие мне говорят на учебу, как я получу визу, мне там уже за 30 и так далее. У меня не было ни одного случая, когда человек хотел идти до конца и не получал визу. Были некоторые те, кто с юристами, которых я рекомендовал, и шли вплоть до федерального суда, получали визу. Но все, кто не нарушали ничего, не врали в документах, да, не предоставляли какую-то информацию, которая объективно ведет к отказу, все желающие сюда в итоге приезжали, по крайней мере, за предыдущие несколько лет. Да, кто-то с меньшими сложностями, кто-то с большими сложностями. Даже за все 19 лет моего опыта работы со студентами, я, наверное, не вспомню ни одного случая, чтобы человек никак не мог сюда приехать, если он сам не сходил с дистанции, это первое. Ну и второе, если были какие-то подложные документы и были объективные отказы. Хотя некоторые от меня, кстати, скрывали. У меня был один студент, я помню, из Казахстана, который говорил, что все нормально, что он пойдет до конца. И только после третьего отказа мы узнали информацию о том, что он уже нарушал визовый режим в Великобритании или в США. В одной стране он нарушал визовый режим, а в другой стране он скрыл отказ, то есть он не указал в анкетах. Ну вот, собственно, ему в такой ситуации, конечно, идти до конца уже смысла никакого и не было. Что еще я хочу сказать взрослым студентам? Вот тоже меня спрашивают, порекомендуйте самый дешевый колледж. Там кто-то мне писал, чтобы моя жена приехала, устроилась сюда няней, да. Ну и особенно мне нравится, когда мне пишут что-то в личку все в Инстаграм или в Фейсбуке. Ребят, я могу там что-то ответить, да, нет. Если у вас общие вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях к видео. Личные консультации, пожалуйста, по записи, да. То есть я не могу с вами, к сожалению, чатиться по несколько часов. Я стараюсь помогать тем людям, кто действительно инвестирует свое время, да, что-то делает для того, чтобы двигаться вперед, а не просто, как здесь это называется, window shopping. Тут что-то спросил, тут не спросил. Ну, я не справочная. В общем, я не верю тем людям, которые мне говорят, мне только спросить, а потом, конечно же, я воспользуюсь вашими услугами или обращусь там к вашему иммиграционному агенту. Я не верю тем, кто ничего не вложит, даже хотя бы там минимальную сумму в платную консультацию по образованию, и якобы они лояльны и будут там что-то оформляться. Из таких 9 из 10 человек все бросают на середине пути. Так вот, вернемся к самому дешевому колледжу или какой-то программе, да, которая вас интересует, вот только спросить, и вы думаете, что она всем подойдет. К сожалению, не узнав личной ситуации, нельзя сказать вообще вас, примут ли на такую программу, да. Потом нужно узнавать, опять же, где какие цены, где какие спецпредложения. Когда я работал на один колледж, я мог 100% сказать, а, поезжайте там в мой колледж, я вам там вот эту стипендию дам, и все. Сейчас у меня много людей, которые ко мне обращаются в разные учебные заведения, все это нужно узнавать индивидуально. Ну и, конечно же, возвращаемся к тому, что мы обсуждали ранее, опустят ли вас вообще в Канаду под эту программу, да. То есть большой вопрос, я не хочу с вами терять время, не зная вообще, как мы с вами будем действовать и как минимизируем риски. Вот, поэтому, да, для тех, кто хочет приехать в Канаду и искать здесь работу, искать даже, может быть, кто-то, я имею в виду, приехать как студент сначала, да, затем уже искать здесь работу на месте, действительно, возможностей огромное количество. Для тех, у кого средств поменьше через частные колледжи, идут больше рисков, но многие находят работу, да, как я говорил, в основном это IT, дальнобойщики, няни. Но вот, кстати, например, у меня в прошлом году была студентка, которая нашла поддержку работодателя и оформила документы на рабочую визу в туристическую сферу. Есть работа неквалифицированная, очень часто прямо даже какие-то групповые наборы делают на какие-то фермы, заводы, там еще что-то. Но, как правило, через неквалифицированную работу невозможно привести семью или можно привести, но позже, да, то есть уже оформив постоянный статус в стране или какой-то другой статус. В общем, это все нужно с юристами обсуждать. А вообще, для всех, кто планирует приезд в Канаду во взрослом возрасте, я хочу сказать такой посыл. Самое главное, это ваша первая виза, это то, как вы сюда попадете в эту страну. Да, потом важно, потом тоже сложности. Как поменять статус? Да, как поменять статус, может быть, с туристического на учебный, может быть, с учебного на рабочий, может быть, с рабочего на ПМЖ. Как подать на гражданство? Вот это будет все время, это длительный-длительный-длительный процесс, но это скорее рутина. То есть обычно, если человек не нарушает ничего, то это все шаг за шагом идет. Все это можно продумать, нужно только зарабатывать на все. Да, еще раз, 25-й раз скажу, что совсем без денег в Канаду приезжать, ну, нет смысла, наверное, планировать. Оставляю ссылочку в описании к этому ролику на самые дешевые варианты иммиграции переезда. Ну и второй, наверное, момент, который нужно учесть, это то, что если человек легально все красиво попал в Канаду, отсюда, ну, очень сложно уехать против своей воли. Да, то есть если, конечно же, некоторые бросают все это на полпути, уезжают и так далее, может быть, решают, что Канада им не нужна, такой участвует. Но так, чтобы довести там все это до депортации, до проигрыша, там, всех дел и так далее, ну, крайне-крайне сложно это. Я в предыдущих видео приводил примеры людей, у которых все складывалось сложно, долго и так далее, но в итоге люди все-таки оформляли ПМЖ. Но, конечно, я должен сказать, что у каждого жизнь складывается по-своему, у каждого своя судьба. Я желаю всем всего хорошего, я желаю, чтобы ваши планы осуществились и по приезду в Канаду, и по образованию, если вас именно это интересует прежде всего. И для тех, кто планирует сюда иммигрировать. Со своей стороны стараюсь предоставлять максимум информации, стараюсь предоставлять максимум связи, контактов, которыми обзавелся за все эти годы и за годы работы со студентами. Еще раз говорю, со студентами не только с детьми, не только после школы, но и со взрослыми студентами. Были и за 50 студенты, ну, конечно, 25, там, 35, это большинство сейчас. Такие люди едут, которые уже многого в своей жизни добились и ищут какую-то следующую ступень, куда и как развиваться дальше. Всем желаю хорошего дня, жду вас на этом канале, жду ваши комментарии, всего вам доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok